Еще один лоудер, который также часто используется вместе с файл-лоудером, это urloader. Если файл-лоудер просто копирует файл и возвращает путь, то urloader, если длина файла меньше указанного лимита, никуда его не копирует, вместо этого он преобразует файл в строку даты url и возвращает ее в качестве экспорта модуля. urloader это всего лишь обертка вокруг файл-лоудера. В частности, если файл больше лимита, то urloader просто вызывает файл-лоудер на нем. urloader принимает абсолютно те же параметры. Единственное, добавим лимит. Скажем, если файл больше 4 килобайт, пусть отдельно копируется, а если меньше, пусть включается сборка в виде даты url. Запускаем. И мы видим, что у нас main.js, а картинка-то нету. Ну-ка посмотрим паблик, только индекс и main.js. А давайте посмотрим сборку, что у нас в ней. Вот у нас шапка, и идем вниз-вниз-вниз-вниз. Вот у нас css-ка, она подключает вот этот вот модуль и этот модуль. Вот, полноценный даты url. Заметим, что такое представление о файле как о модуле верно не только в css, но и, разумеется, в javascript тоже. Например, я могу импортировать эту картинку import-from.-svg. И затем использовать ее в документе. После сборки такого файла результат в браузере будет выглядеть так. Вот эта картинка. И вот у нее src, как раз такой, который мы поставили. То есть мы-то импортировали из минус-точки svg, сработал url-loader, после преобразования минус – это data url, который поставлен в качестве src. Если бы это был не url-loader, а, например, file-loader, да? Вернем все как было. Пересоберем. Тогда обновляю. Вот, да? Видите изменения? File-loader возвращает путь к файлу. url-loader, data url. И то, и другое одинаково пригодно для установки в качестве src. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова